Хорошо, молодец. Главный тренер уверяет, что за этими, казалось бы, незатейливыми трюками стоит лошадиная работа. Конный вид спорта по-настоящему парный. Здесь мало знать технику. Нужно чувствовать настроение своего скакуна. Как у вас получается им управлять? У нас с ним свой язык на уровне подсознания. Какой у него характер? Он очень заводной, очень такой неспокойный. Но в то же время он различает, кто сидит. То есть он маленьких детей катает вообще как хрустальную вазу, так у нас принято говорить. То есть очень аккуратно и нежно. Как раз для детишек организовали фестиваль «Байкальские самоцветы». Он проходит уже пять лет. В этот раз в списке показательных номеров – манежная езда, конкур и гимнастические упражнения верхом на лошади. В конном спорте это называется вольтижировка. Она мне как друг. Мы с ней дружим. Я ее хвалю, когда она мне нравится, когда она хорошо делает, слушает меня. И я люблю своего. Не страшно на ней выполнять такие труды? Нет, не страшно, но опасно. Потому что я иногда соскальзываю. Обычно сначала страх. Сначала страх. Большая. Двигается, бегает, да. Можно упасть. Но потом, когда получил удовольствие, покатался, когда вернулся, мало того, цел, здоров и еще и счастлив, да. И начинается развиваться любовь к этому животному. Есть дети, обожают лошадей. Это где-то на генетическом уровне. Это дети с Кавказа. Это наши буряты. Да, да. Которые вот прямо его двухлетнего садят на лошадь, а у него глаза горят. И вот он хочет управлять лошадью. Это просто надо видеть. Постояльцы конюшни отлично подкованы для работы с детьми. Тем не менее, иногда могут и показать характер. Рабика у нас очень щепетильная, потому что она была всегда чистая. Это копыта, чтобы всегда были только чистые. Мордочка, особенно носик ее. Вытирает, обменяя вот так вот, вот так вот морду. То, что почисти меня. Вот так вот мы делаем. Ножки может поднимать вот так вот. Дай ножку. Она вот так, ну вот так вот она делает, чтобы ее почистили. Чтобы у нее она ни разу не была. Она пастись вообще не умеет. Ей нужно бегать, прыгать, веселиться. Она вчера очень сильно баловалась. И меня сбросила. Ну а так, я все равно ее очень сильно люблю. Очень сильно. Почти все знают, что нежелательно стоять сзади, иначе конь может ненароком легнуть. А я узнала еще одно правило. Не убегайте, если у вас в руках припасено какое-то лакомство. Все равно ведь догонит. Как правило, угощают лошадок с сахаром или яблоком. Но лаврик не откажется и от букетика цветов. Через две недели несколько лошадей Центра ипотерапии вместе со своими наездниками отправятся покорять манежи Иркутска. С 10 по 14 июля там будет проходить международный фестиваль «Байкальский». Будем ждать земляков с победой. Юлия Пермякова, Андрей Дармаев. Новости дня. Хорошо.